Это хорошее утро, это Кубань, 24, сегодня 14 сентября. И этот день отметился в истории очень важным и трагическим событием. В этот день, в 1954 году, утреннее небо озарилось яркой вспышкой, и земля буквально затряслась над Тотским военным полигоном. В Оренбургской области был произведен взрыв атомной бомбы мощностью 40 килотонн. Все участники тех учений подписали расписку о неразглашении военной и государственной тайны сроком на 25 лет. И именно этот день, 14 сентября, считается памятным длем для ветеранов подразделений особого риска, испытателей полигонов, ликвидаторов аварий на ядерных объектах, участников учений с применением ядерного оружия, членов экипажей, атомных подводных лоток с аварийными реакторами. Сегодня у нас в гостях заместитель председателя Краевого совета ветеранов, председатель комитета ветеранов войны и военной службы, полковник в отставке Владимир Алексеевич Фольков. Доброе утро, Владимир Алексеевич. Спасибо вам, что проснулись так рано, спасибо вам, что пришли к нам в студию. Знаете, с чего хочется начать разговор? Вот, мне кажется, работа вашей службы, она не видна для большинства жителей Кубани, но она очень важна, конечно же, для определенной группы лиц, для ветеранов, в частности, для ветеранов. Подразделения особого риска. И хотелось бы вообще, чтобы вы рассказали о вашей работе, о вашей организации. Ну, вы знаете, Краевой комитет ветеранов войны и военной службы – структура, которая объединяет именно тех людей, которые внесли громаднейший вклад в обеспечение безопасности нашей Родины. И в годы войны, и в более трудное, может быть, время восстановления народного хозяйства, и в тот период, когда Россия вынуждена была создать ядерное оружие, ядерный щит. Это те люди, которые находились при создании этого оружия. Это те люди, которые собирали это оружие. До 61-го года мы вручную собирали никаких, не было счетчиков Гейгера и счетчиков, определяющих радиацию. Это то, что в настоящее время является важнейшим, обеспечивающим моментом безопасности нашей Родины. Создание технологий, создание производств ядерного оружия и обеспечивающих безопасность нашей Родины способны ответить на любые вызовы именно в Соединенных Штатах. Скажите, а вот Ваша организация, она чем занимается? Как она помогает ветеранам? Ну, вы знаете, этот вопрос, конечно, заложен в самом вопросе. Потому что те люди, которые прошли через вот эти сложные испытания на себе ядерного оружия, те люди, которые собирали, те, которые на подводных лодках, те, которые предотвращали техногенные катастрофы, которые нуждаются в поддержке, информационной поддержке, правовой, юридической. И юридической, и медицинской, и правовой, и юридической. Но все эти аспекты, они настолько важны, тем более в нынешнее время, в нынешнее сложное время. Я не говорю о кризисном времени, а вот именно, значит, в первую очередь, конечно, это медицинское. Потому что это на людях не видно. Как работает эдиация, как работает лучевая болезнь, как она уничтожает, как падает зрение, как человек вынужден просто обращаться, медленно угасать, и в то же время, значит, не способен, имея подписку 25-летнюю, 40-летнюю, а может быть, по всей жизни, дать возможность высказать даже врачу, откуда, что и какие причины. А вы скажите, вот сегодня, может быть, кто-то из зрителей наших хочет обратиться в вашу организацию за помощью. Вы, может быть, могли бы назвать телефон? Конечно, наш телефон 253-2104. Это Крайовой совет, Крайовой комитет ветеранов войны. 8861, код города Краснодара. Да, код города Краснодара. Ну и, во всяком случае, у нас есть, на правах первичных работает именно ветеранская организация, подразделение особого риска. Возглавляет его Савченко Иван Григорьевич. Человек, конечно, очень опытный, очень ответственный, очень заботящийся о всех тех людях, которые находятся у него на учете. Сколько именно кубанцев были участниками? Ну, вы знаете, дело в том, что всего в настоящее время в России 32 тысячи людей, которые непосредственно зарегистрированы в ветеранские организации, подразделения особого риска. Лучшие, конечно, ветеранские организации работают в Москве, в Московской области, в Ивановской, в Краснодарском крае. Это отмечено. Но на Кубани, я сейчас затрудняюсь сказать, сколько на Кубани, но, во всяком случае, вот в организации Савченко Иван Григорьевича работает достаточно большое количество, несколько, более сотни человек. Скажите, пожалуйста, а вот как вы сами относитесь к ядерному оружию, к применению ядерного оружия? Ну, как можно относиться к ядерному оружию? Насколько оно, ну, во-первых, оно обеспечивает стабильность, во-первых, оно дает возможность, что мы сейчас живем под безоблачным небом, в лучшем крае, и не вздрагивая, просыпаясь и готовя своих детей к школе, детским садам и прочее, прочее. Значит, ядерное оружие – это гарант, ядерный щит, который обеспечивает нам вот ту счастливую жизнь, которую мы... С одной стороны, он обеспечивает нам мир, но, с другой стороны, грань очень тонкая. Очень тонкая. И, люди, берегите мир, потому что победы в этой войне ядерной быть не может. Если американцы заявляют, что мы можем Россию уничтожить 17 раз, а не нас 16, то кто-то из президентов Соединенных Штатов говорит, я не знаю, говорит, сколько раз, но, по-моему, достаточно одного для того, чтобы нарушить мир на Вселенной. Да, спасибо вам большое за беседу. И в завершении нашего разговора хотелось бы поблагодарить всех ветеранов подразделения особого риска за самоотверженный труд, гражданское мужество и вашу жизненную мудрость. Пожелать всем здоровья, поздравить, поблагодарить вас за работу вашей организации, вообще напомнить всем зрителям, что на самом деле, мне кажется, от каждого из нас зависит мир во всем мире, потому что от того, как мы относимся к нашим близким, как мы проявляем себя в обществе, зависит мир на земле. Поэтому давайте все постараемся чуть быть добрее, чуточку мудрее. Хорошего вам утра.